С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 15 мая, Международный день семей. Организация объединенных наций выразила глубокую озабоченность тем, что такая важнейшая ячейка общества, как семья, во многих странах неуклонно слабеет. В начале 90-х во всем мире резко выросло число разводов и увеличился процент людей, которые достигли 30-летнего возраста и не вступили в брак. На 90-е приходится начало демографического кризиса, который приводит к тому, что уровень смертности в некоторых странах уже в течение многих лет значительно превышает уровень рождаемости. По мнению социологов, сейчас Институт Сини находится под угрозой, что может негативно сказаться на развитие и прогресса не только отдельных стран, но и всего мира. Так что это скорее не праздник, а день особого внимания к институту семьи. У родившихся 15 мая 1845 год, день рождения Ильи Мечникова, русского эмбриолога, физиолога и патолога. Один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, иммунологии, создатель научной школы, почетный член Петербургской академии наук. Один из основателей первой в России бактериологической станции. Он придумал свою теорию происхождения многоклеточных организмов. Труды по проблеме старения также принадлежат его перу. Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины 1908 года совместно с Паулем Эрлихом. В 1848 году рождается Виктор Васнецов, русский живописец. Он написал Аленушку и богатырей. Он становится родоначальником русского стиля в рамках символизма, который присущ европейскому искусству конца 19 века. В его творчестве соединились исторические мотивы с поэтической атмосферой сказок, которые оставили в русской мировой культуре очень яркий след. 1856 год. Лаймен Фрэнк Баум приходит в этот мир. Американский детский писатель, который придумал и осуществил книгу «Волшебник страны Оз», известную у нас в изложении писателя Волкова как «Волшебник изумрудного города». 1859 год. День рождения Пьера Кюри, французского физика. Открыл совместно с женой Марии Складовской-Кюри, полоний и радий. Исследовал радиоактивное излучение. Вел сам термин радиоактивность, которого мы в последнее время боимся. Нобелевский лауреат 1903 года. В 1891 году родился Михаил Булгаков, выдающийся русский писатель, автор знаменитого романа «Мастер Маргарита» и других произведений. Но еще о родившихся в этот день. В 1900 появился на свет Николай Охлопков, советский режиссер. В 1925 году Людмила Касаткина, актриса. В 1940 Светлана Светличная, российская актриса и советский киносекс-символ. В 1956 Надежда Павлова, балерина, легенда балета, пленница терпсихоры. Это все Надежда Павлова. Балерина, о которой ее первые педагоги из Перми говорили, что появилась вторая Павлова. Ее жизнь в балете блестяще состоялась. Летая над сценой шагом, который казался нереально огромным, Надежда Павлова поражала всех своих зрителей. О событиях этого дня. В 1157 году на Перу у киевского боярина Петрилы отравлен князь Суздальский и киевский Юрий Долгорукий. При нем впервые в летописях была упомянута Москва. Прозвище Долгорукий получил, потому что в 30-е годы боролся за Южные Переяславль и Киев. В 1848 году коммунистическое восстание начинается в Париже после поступления новостей о подавлении польской революции. Рабочие свергают правительство и устанавливают временную администрацию, которая немедленно терпит крах. 1905 год. Основан Лас-Вегас. Первыми на месте будущей столицы горного бизнеса в 1855 году появляются мормоны из Юты. Их привлекают обнаруженные артезианские источники в безводной долине, через которую проходила старая дорога испанских первопроходцев. Отсюда, собственно говоря, и испанское имя-место, означающее луга. Рассвет города как место отдыха и развлечений начнется после Второй мировой войны. 1928 год. Впервые уже официально появляется мультипликационный герой Микки Маус. Но вначале он был еще безголосым. Первоначально на экранах блистает и приносит радость маленьким зрителям кролик Освальд, который внешне отличается от Микки лишь наличием длинных ушей. Микки же, засветившийся чуть ранее, не получает успеха у зрителей. Олд Дисней понимает, что новому герою нужна отличительная черта, выделяющаяся на фоне других персонажей. Добившись этого, Дисней становится свидетелем того, как Микки Маус завоевывает лавры почета и любовь всей аудитории, причем во всем мире. Микки Маус становится отныне культовой фигурой в мире. 1930 год. Эллен Черч становится первой в мире стюардессой на рейсе авиакомпании United Airlines между Сан-Франциско и административным центром штата Вайоминг Шаеном. Первая стюардесса в мире. 1935 год. Открытие первой очереди московского метрополитена имени Лазаря Кагановича. Движение поездов открывается на участках Сокольники, Парк культуры и отдыха Горького и Охотный ряд Смоленское. 1990 год. На аукционе Кристи картина художника Ван Гога «Портрет доктора Гоше» продается за рекордную сумму 82,5 миллиона долларов. Предыдущий рекорд также принадлежит картине Ван Гога «Ирисы», за которую в 1987 заплатят лишь 53,9 миллиона долларов. Впрочем, картины покупают до сих пор и довольно трудно иногда сказать, какая картина сегодня дороже. Да и доллары бывают разными на разных этапах человеческой, в том числе и художественной истории. 1994 год. Алла Пугачева и Филипп Киркоров венчаются в Иерусалиме. Все обсуждают это венчание, и оно кажется невероятным. Впрочем, Алла Борисовна будет венчаться потом еще раз. И последнее событие. В 1940 году в США в продаже появляются нейлоновые чулки. Все начинается в лабораториях химического концерта «Дюпон» в 1938. Там заканчивается разработка синтетического материала нейлон, который сопровождается активной рекламной кампанией. В первые месяцы чулки были доступны только для сотрудников компании-производителя. Как удобно, сама производишь и сама испытываешь на себе. Торжественное прибытие революционной одежды будущего, как называли тогда новинку, произошло в 1939-м. Чулки приехали в Нью-Йорк. Изготовитель сообщал американкам, что, цитата, носить чулки из шелка вместо нейлоновых – это все равно, что предпочесть лошадь автомобилю. Через год все компании, которые производили чулки, согласились начать продажу нового товара, в один день, так как понимали, что спрос будет высоким из-за меньшей цены и, если так можно выразиться, большей прозрачности, чем у шелковых. Начинается нейлоновая эра. Вроде все прочно, но, правда, не совсем натурально. Хотя кажется, что мы уже к этому все привыкли. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».